В 70-е годы XX века американский юрист Гарольд Берман ввел в научный оборот понятие западной традиции права, с помощью которого описал особое устройство правовой системы в странах континентальной западной Европы и в странах англо-американского права, то есть в Англии и в Соединенных Штатах. Одной из опор этой западной традиции права является правовая наука, как самостоятельная сфера знания, о которой хотелось бы поговорить в этом сообщении. Правовую науку часто воспринимают как один из естественных спутников права и государства, любого современного права и государства, и считается, что она есть в любой крупной стране, где имеются суды, парламенты и прочие современные институты. И при этом под правовой наукой понимают некую систему знаний, которая объясняет то, что собой право и государство представляют, каково их устройство, каково их формы, источники, и как эта система развивается, действует и влияет на общество. И именно в этом смысле правовая наука оказывает влияние и на процесс формирования права, и на его применение в судебных инстанциях, и на передачу знаний. То есть воздействие на принятие норм права, на применение в судах и на формирование профессионального сознания. При этом влияние правовой науки на эти сферы может несколько различаться, оно может быть определяющим, в том случае, если ученый участвует в процессе законотворчества и разрабатывает законопроект, который потом без значительных изменений принимается в качестве закона. Или оно может быть значительным, но не определяющим, в случае, если ученые запрашивают его экспертное заключение, и на основании него принимают то линое решение. Или оно может быть опосредованным, когда ученые или группа ученых формирует некую систему понятий, которые затем обращаются юристы практики. Так вот, в этом состоянии правовая наука пребывает, по крайней мере, с XIX века в странах континентальной Западной Европы, и она считается необходимой для того, чтобы придать праву, институтам права и государства, наибольшую ясность и понятность. Однако это не всегда получается. И в современной жизни, и в классической литературе есть немало примеров того, что человек, обычный мирянин, не вполне понимает, как думают юристы. Вспоминается рассказ Антона Павловича Чехова, злоумышленник, в котором простого крестьянина задерживают то, что он откручивает гайки на железной дороге и грозятся отправить под суд. А он не понимает, что происходит, и за что суд... Говорит, если бы задело, да понятно, а так просто гайки откручивал. Примеров такого непонимания можно привести из каждой исторической эпохи, начиная с современности до древности. Это непонимание связано скорее... Да, и это непонимание рождает неприязнь к юристам. Примеров также можно привести массу. Может быть, наиболее известный из трагедии Генрих VI Шекспира, который один из персонажей, мясник, говорит, что вот мы достигнем своих целей, придем и убьем всех юристов. В англоязычной среде этот пример очень часто цитируется как пример такого неприязненного отношения. Может быть, возникает тогда вопрос, право развивалось бы гораздо лучше, или общество чувствовало себя гораздо лучше, если бы юристов не было, или юридической науки не было. Очевидно, что ответ на этот вопрос отрицательный, потому что в истории известны случаи, когда не было юристов и не было ученых юристов. Юристов не было в период, скажем, темных веков, европейского средневековья, когда право развивалось по схеме обычаев, и о нем ведали знатоки, и они могли сказать, что будет, если некто украл свинью или корову, а вот в том случае, что будет, если кто-то украдет лошадь. Наверное, по аналогии можно судить, что будет то же самое, что и с кражей коровы, только наказание построже. А если он ее не крал, а он ее использовал дольше, чем им говорил с хозяином. Это уже более сложный случай, который на практике знатоки не встречали, и может возникать вопрос, что же делать. И поэтому по мере развития товар-денежных отношений в обществе появляются юристы-профессионалы, которые занимаются толкованием этих правил и норм. Есть примеры и тех обществ, в которых есть юристы, но не с ученых. Это пример Англии, достаточно развитого государства, вплоть до XIX века. Пример английского общего права это многообразие, около полусотни форм исков, в которых необходимо, или точнее приказов о начале судебного производства, без которых невозможно защитить свое право, свой интерес в английском королевском суде средневековом. И обывателю сложно догадаться о том, как конкретные жизненные обстоятельства втиснуть в эти формы исков. Для этого нужны юристы, профессионалы, которые говорят не просто на своем профессиональном языке, а на другом языке фактически. Это был юридический французский, «lo french», как его называют. И эта независимость юристов достигает такого уровня, что примерно в то время, когда Шекспир пишет «Трагедию Генриха VI», королевский судья Эдвард Кок отвечает английскому королю о том, что английский король не может толковать английское общее право, потому что хоть право и основано на разуме, и король тоже располагает разумом, но английское право основано на искусственном разуме, а король обладает разумом естественным. Чтобы толковать английское право, нужно проходить определенное обучение и приобретать опыт. Так вот, эта запутанная система права без юристов кажется настолько сложной, что в начале XIX века английский философ и юрист Джон Остин, путешествуя через Ла-Манш по Германии, считает немецкое право образцом царства разума и ясности. Потому что в Германии в этот момент уже есть юридическая наука, есть юристы, которые занимаются ясным изложением системы права. И в Англии, и в Соединенных Штатах право, которое также основано на английском общем праве, в XIX веке начинают заимствовать элементы континентальной европейской правовой науки, чтобы сделать свое право более понятным и систематизированным. То же самое происходит в странах Восточной Европы и в России в том числе, и даже в таких непохожих на Россию европейские страны, как Япония. В XIX веке там тоже появляются значительные элементы правовой науки. Так вот, очевидно, что без правовой науки развитие права в современных обществах затруднительно, а может быть даже и невозможно. И ничего не остается, как разобраться в том, как юристы мыслят. Ученые-юристы часто повторяют, что они мыслят нормами. То есть у них есть особый стиль мышления, которому можно научиться. И в этом хорошая новость, конечно же. Это их рассуждение, в общем-то, подкрепляется выводами известных советских психологов Лури и Выгодского о том, что даже крестьян Средней Азии можно научить правилам формальной логики, и они научатся делать выводы по схеме силогизма. Если им говорят, что в Германии нет верблюдов, а Берлин — это столица Германии, то ответ на вопрос, а есть ли верблюды в Берлине, для них предрешен. Они будут говорить, может быть, Берлин — большой город. Они скажут, нет, потому что силогизм диктует. Так вот, по моему убеждению, проще всего понять, как юристы думают в современных условиях, через рассмотрение развития юридической науки от ее древних форм, может быть, даже от античности, от Древнего Рима, и до современного состояния. Через несколько научных направлений правовых школ и через выделение главных составляющих этих школ, через цели деятельности юристов, методы их деятельности и главные результаты их деятельности. Главными результатами их деятельности, конечно же, становятся те правовые институты, которых рассказывают в курсе римского права, в курсе современного права, и которые являются главным достижением и главным результатом их разработки. Таким образом, проще всего, доступнее всего понять, как формировалось мышление современного юриста через эволюцию правовых школ на протяжении длительного времени. Прежде всего, для того, чтобы посмотреть, когда же возникает юриспруденция как теоретическая система знаний. Ведь юристами могут быть практики, а могут быть теоретики. И чтобы понять, как складывается менталитет современного юриста, разумнее всего посмотреть на историю развития правовых школ, правовых направлений на протяжении длительного истории, чтобы на конкретных примерах показать, когда возникает знание о праве как самостоятельная теоретическая сфера. Это происходит в период юридического возрождения в XII веке в Западной Европе. Когда это теоретическое знание начинает оказывать значительное влияние на осмысление и разработку источников действующего права, обычного права. Это происходит, прежде всего, в период раннего нового времени в XV-XVI веках. И когда теоретическое осмысление права приобретает уже узнаваемые зримые формы, понятные современному юристу, понятные студенту, проходящему курс обучения на факультете права, на юридическом факультете. Это, конечно, уже XIX век и правовая наука позитивизма, правовая наука, предполагающая изучение текстов, кодексов и мыслящая общими понятиями, дедективным способом мышления от общих правил к решению конкретных случаев. Конечно же, правовая наука, достигнув того современного состояния, в котором она сейчас находится, не прекратила свое развитие, и перед ней постоянно появляются некие новые вызовы. И одна из важных задач понимания современной правовая наука в том, чтобы определиться с тем, какие вопросы являются актуальными и новыми именно для нее, начиная с XIX и XX веки, какие вопросы являются своего рода вечными, переходящими через одну эпоху в другую, которые были актуальны и для средневековых правовых ученых, для ученых раннего нового времени и для современных. Продолжение следует...